Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Лазерные лучи можно использовать для точного измерения положения или скорости объекта. Но для этого обычно требуется четкий и беспрепятственный обзор этого объекта. Это условие не всегда выполнима. В биомедицине, например, исследуются структуры, которые находятся в нерегулярной и сложной среде. В таких условиях лазерный луч попросту отклоняется, рассеивается или преломляется, ученые из Утрехтского университета и Тууин смогли получить измерение заданной точности даже в таких сложных условиях. Они специально модифицировали лазерный луч так, чтобы он доставлял желаемую информацию в неупорядоченной среде. Максимально возможная точность измерений – это центральный элемент всех естественных наук, говорит Стефан Роттер из Тууин. Например, в огромной установке LIGO, которая используется для обнаружения гравитационных волн, лазерные лучи посылают на зеркало, а изменения расстояния между лазером и зеркалом измеряются с чрезвычайной точностью. Это работает так хорошо только потому, что лазерный луч проходит через сверхвысокий вакуум. Но давайте представим стеклянную панель, не идеально прозрачную, а грубую и не отшлифованную, как окно в ванной, продолжает Аллард Мозг из Утрехтского университета. Свет, конечно, проходит, но преломляясь. Световые волны изменяются и рассеиваются, поэтому мы не можем точно увидеть объект по другую сторону окна невооруженным глазом. Аналогичная ситуация происходит тогда, когда необходимо исследовать крошечные объекты внутри биологической ткани, неупорядоченная среда мешает лучу света. Тогда простой регулярный прямой лазерный луч превращается в сложную волновую структуру, которая отклоняется во всех направлениях. Но если точно знать, что мешающая среда делается световым лучом, можно изменить ситуацию, создать сложный волновой узор вместо простого прямого лазерного луча, который преобразуется в точно желаемую форму. Из-за беспорядков и ударов именно там, где необходимо добиться наилучшего результата. Чтобы достичь этого, вам даже не нужно точно знать, что это за нарушение, объясняет Дориан Буши, первый автор исследования. Достаточно сначала отправить серию пробных волн через систему, чтобы изучить, как они меняются системой. Метод был подтвержден экспериментально в Утрехтском университете. Лазерные лучи направлялись через неупорядоченную среду в виде мутной пластины. Затем исследователи рассчитали оптимальные волны для анализа объекта за пределами пластины. Это удалось сделать с точностью до нанометров. Ученые смогли показать, что метод не только работает, но и является оптимальным в физическом смысле. Точность нашего метода ограничена только так называемым квантовым шумом, объясняет Аллард мозг. Этот шум возникает из-за того, что свет состоит из фотонов, с этим ничего нельзя поделать. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.